Уровень доверия населения местной власти в столице самый низкий по стране. Для этого есть свои причины. С одной стороны, большинство минчан обладает критическим взглядом, высокими ожиданиями. Это объективно. С другой, местные власти не готовы оправдывать эти ожидания. Слабо подготовленные общественные обсуждения лишь усиливают нездоровый ажиотаж вокруг тех или иных проектов, проблем. Людям необходимо рассказывать о планах по развитию города. Нужно активно привлекать неравнодушных граждан к решению проблем города. Это не потребует больших финансовых затрат, но укрепит уровень доверия к власти. Считаю, что каждому работнику Минского горосполкома и администрации города надо повернуться лицом к людям. Недопустимо, когда человек не может попасть на прием в свой горосполком, когда даже рядовой служащий исполнительного органа власти ведет себя, как удельный князек. Еще раз требую от вас объявить самую непримиримую борьбу с этими негативными явлениями, разлагающими управленческий аппарат. Отнеситесь к человеку так, как бы вы хотели, чтобы к вам отнеслись сегодня, а главное завтра. Слышать людей и слушать надо постоянно, на всех уровнях власти. Добавить здесь нечего. Важнейшим вопросом остается работа с обращениями граждан. Это не просто соблюдение требований законодательства. Третья часть обращений на мое имя поступила именно из города-героя Минска, а вместе с Минским регионом, областью, половина. Современное реагирование на возникающие, на первый взгляд, малозначимые проблемы имеет огромнейшее значение.